Сегодня 17 августа 2017 года мы на выставке ярмарки пчеловодства около института пчеловодства имени Петра Ивановича Прокоповича в Киеве в районе Феофания здесь выставка, много пчеловодов вот здесь рядом палатки и Николаю Дмитриевичу мы подошли, который любезно согласился рассказать о своем опыте пчеловодства и как вот он собирает такой интересный урожай полезного продукта меда и продуктов пчеловодства у него здесь вот полностью весь этот набор стоит рядом Николай Дмитриевич, вы учились пчеловодству даже уже много лет назад а с чего началось именно само пчеловодство? Вы в ВУЗе, наверное, пчел, может, и чуть-чуть показывали, а потом как вы начали с ними заниматься? Нет, в зельницах я начал заниматься, как мне было 4-5 роков, потому что у моего деда была пасека и дедушка, я помогал дедушке працювать, подносил рамки, ел щельнички и смотрел, как размножаются и живут пчеловки и тогда, когда я и другого деда по маме, тоже были пчели, и я тоже там дедушке помогал, коло пасеки и так у меня появилась любовь до бжильництва тогда я закончил техникум метростроя, я работал в метрострою, но все-таки любовь до бжил перемогла свое дело я закончил сельско-господарскую академию по класу бжильництва и начал працювать с 10 улик по-новому закупил бжоли и развел пасеку, сейчас у меня 200 улик Ого-го, ничего себе! Пасека находится в Боуславском районе, село Исайке, на одном месте, точоку, 200 бжолосемей В лучшие годы пасека в 200 семей даёт 5-6 тонн метров Акация на месте, у нас липа тоже здесь рядом Раз в два-три годы подсоевают подсоевник Для бжил – хорошая кормовая база Так что вы даже не выезжаете у вас стационарно? Нет, ну в молодые годы я даже в Кировоград ездил У нас тогда раньше при радянской владе не сияли подсоевник В начале августа мы ездили в Кировоградскую область Это очень крупная работа, переезды, новое место життя Это для молодых людей А для меня уже стационарная пасека найкраше А за весь опыт вашего работы с пчёлами Вот что-то вас удивляет с пчёлами, наверное? Каждый год что-то вас больше всего удивило? Был какой-нибудь такой удивительный случай? Случаев каждый день много Ну раньше бы сказал там медведь залез на пасеку Не, меня удивляет, что они такие трудоспособные Вони працювить и приносят дуже много меду, хоть она сама маленькая Проходит тиждень и после отцветления акации все улики полностью залитые медом Это меня удивляет А таких случаев, как вы скажете, не сильно Такого не было А самый такой плодовитый улей, например, сколько он у вас собирал? Если вы взвешивали Самое удачное Бжолик, он занимается племенною Потому что есть бжоли, которые очень медоносные А есть бжоли, которые медоносные Не можно сказать, что не медоносные Но для них нужны другие условия Насчет медозбора Они должны быть продолжительными Например, для карпатской бжоли медоносы должны свести 2-3 недели Тогда она имеет большую силу и соберет этот мед А если у нас короткочасные медозборы с акацией И она выделяет все на все 9 дней То здесь нужна порода така, что она ограничивает червяня матки И не дает ей возможности размножаться А заливает все рамочки меду И она тогда обгоняет карпатами И она приносит меду в 2-3 раза больше Сильная семья Гарно может принести за сезон 70-100 кг медов Даже без качевки? Без качевки На хорошем месте На хорошем месте и при умове, чтобы были медоносные Давали медов Но это у вас тогда не очень такие интенсивные Или наоборот интенсивные сельскохозяйственные посевы вокруг вас Значит много Посевы сейчас меду не дают Не дают? Зараза есть акация мед, липа и подсунок А раньше съели есть фарцет и фацелью и конюшину и луцерка Они давали по трех метров Зараз сельское господарство заброшено Ну, много появилось диких цветочков на луках и на таких неудобиях Раньше вивцы там пастли, а зараз там полный цветочек И они тоже трошки дают мед А на зиму вы оставляете какие-то отводочки, чтобы маток иметь на следующий год? На зиму, во-первых, в каждой бжолосемье оставить не меньше 5-10 кг натурального меда Если человек не лишает натурального меда, у него будут проблемы, они будут хвориться И добавляется цукор, потому что в нашей зоне, где я живу, то медосбори не сильно велики В пределах 20-25 кг в среднем на семью И если не заменить часть меда на цукор, то пасека будет не рентабельно Но есть места у нас, такие как Кировоградская область, Південний, Миколаевская, где много сильно подсовнуков И короткая зима, значит, то медосбори можно зимовать на подсовнуки И они перезимовывают, потому что там уже в сечне, в лютому обльоти Они очищаются и хорошо перезимовывают И там медосбори больше, потому что есть такие места, где подсовнук дает до 100 кг на воду Если его много, то он посеянный в 2-3 сроки, чтобы продолжительность взять А как сейчас? Кто-то из молодежи приходит на пасеку? Сейчас же, наверное, чаще всего из села все уезжают Кто-то любопытный, вот приходит из школьников, бывают такие случаи? Приходят, школьники побудут 2-3 дня, найдутся меду, а тогда люди не хотят Не, они кусаются Мой племянник приходил, приходил, ездил до меня маленьким, 2-3 года И я его учил, учил, но как я жила в кусте, то он сильно не хотел Пошел в будівельнику працювать Так что мало желающих, сильно тяжело переносить куст бжоли И нужно найти силу воли, витерпить, а тогда уже привыкаешь Иначе не замечаешь, как они кусаются А маток вывозите? Маток вывожу И много? Вывожу матки, племянная справа каждый год, если не заниматься племянной справой Пасека на невет зайдет Треба отбирать, наблюдать, где семьи медоносные, продуктивные, мало рейливые Они хорошо зимуют, из них брати матки и разводить пасеку, сбільшувати пасеку Рейливые семьи, которые рояться, рояться, их треба выбраковать А это есть селекционная работа такая? Селекционная работа, без селекционной работы пасеку, ориентабельно пасеку Да, или разрояться просто все Разрояться Только заниматься тем, что ловить раи Да Если у меня, например, прошлый год вылетело 30 раев из 200 улик А это вылетело 5 раев Пять? Всего? Да У меня такой технологический прием на пасеке Значит, каждую весну матки, молодые матки я обрезаю одно крыло И если я обрезаю это крыло, матка вылетает с роем Матка погибает, потому что в ней одно крыло, она падает перед уликом, а рей вертается И тогда у меня роение уменьшается в 2-3 года Ага Потому что тогда уже, если вылетает в торак, то мне легче работать и мне, возможно, в торак можно высыпать назад и жулина семья заспокоится и не будет рыть И в торак поменьше, слабее он получается В торак тоже сильный вылетает, потому что первак уже вернулся Но, понимаете, когда в торак уже, то в улику нет открытого расплода, только все матки, значит, закрытый все расплод И уже они за день-два успокаиваются, выбирают себе царицу и остается в улику одна матка А когда вылетает первая матка, первакка, то вона яечка в улику, личинки И в них материала для вывода новых поколений маток, много И еще 2 недели вона роится, роится, и выходят, выходят поколения маток и могут 3-5 роют Так что один из приемов это обрезание матки и крылок И он сразу тогда успокаивается, в большинстве случаев Не, не успокаивается, а вертается первак Ну, вертается первак, и семья уже больше не роится Не, и вона там снова, вона роится, вона не сильно працует Но тогда уже, если подъедут молодые матки, пройдет пиздень и выйдет молодая матка А их уже на выходе, ну, сколько там, десяток, півтора десятка Маток Да, и вона первый рой вылетела, а вы его вловили и назад вытрусили всю семью Вони приймают его, и уже эти матки между собой выберут Борьба начинается Да, да, они все вместе могут выйти одновременно И сразу борьба начинается В первый рой выходит пять маток Бо их багато, а если вы высыпали его назад, он переночует Можливо за ночь они выберут себе одну и уже рий невеликий Перебьется там просто Да, и уже семья, проходит день, и она начинает хорошо працювать с одной матки Так что здесь все-таки даже на вторак получится Вторак, а ли он возвращается и назад возвращается с помощью пчеловода Да, вы должны и... Я должен слідкувати Слідкуватый, и на втораке тоже может быть крылышко подрезать А тоді у меня крылышко подрезается весною Сразу не подрезается Весно Матка вилетает, облетается, начинает сиять Осенью нема коли его подрезати А весною уже робишь ревизию и подрезаешь Ну это молоденькое вы подрезаете крылышко Да Молоденькое Не старой матке, а молоденькое Которое хочем У всем молодым весною У всем молодым У всем молодым Каждый год Да И технологию совершенствовать можно Потихоньку от года к году Становится более стабильной и удачнее И поэтому у вас и есть и вот все вот эти вкусности, которые здесь у вас на ярмарке К вам уже приходят ваши постоянные покупатели Которые уже попробовали Я у вас брал уже три-четыре рази Оцем давайте цей и цей и я не пробую Угу Это правда На самом деле Когда уже попробовала Знаешь И хозяина меда И что пчелы Поверяю люди Ничего не поняла И пішла А если у вас два вида Два Цей попробовала Акацию Липу Попробовала И выбрала мед Но если она попробует четыре меда То она растеряется и тебе дальше Это правда тоже Конечно Это Требуда из опыта Да Вот да Я выставлял ей четыре меда Бачу, что это не так Не идет Не Ты сразу же даешь Липу Акацию А ты Рипак Рипак дал А это Сонечник Сонечник дал Вона попробовала Последний медах И шла дальше Уже расстроился И уже тебе и забыл И где паял Какой же самый вкусный мед Да Но на базар Надо привозить вкусные меды Как и вкусные Людина будет целую зиму кушать И будет довольна И будет вдячна Спасибо, Николай Дмитриевич Очень приятно с вами побеседовать Чтобы пчелки вас радовали И люди тоже радовали Спасибо вам И чтобы здоровье было Спасибо вам здоровье Чтобы нам помогали С комахами працевать Спасибо А мы будем снимать кино Про украинское пчеловодство Про пчеловодов И воодушевлять людей И думаю Рассказами Которые Позитивные О наших Самых любимцев О пчелах И о природе Спасибо вам И вам спасибо Спасибо Спасибо